Ну что, дорогие друзья, под песенки Кристалмы вечерний звон колоколов. Время, время развлекаться. Слушай, 0.16. Когда ты еще сможешь на студии посидеть в 0.16? Каждый день. В смысле каждый день? Нет. Только на D2CL, Dota 2, Champions League, Season 7. Потому что только здесь B3, B5 начинается в 6 часов вечера. И не в фоллбай. И в пикс-тайм, и в best of 5 в 21.00. С 18-го числа стартует DPC, и там в 3 часа дня. Нет, немножко позже, по-моему, в 4. Ну, может, в 4. Типа я про то, что ты, он, правда, говоришь, потому что он не сможет сидеть до получения. Поэтому, да, вот так вот. Лучший день в твоей жизни, если что. Ты не знал об этом? Первый из них, когда я встретил тебя. Да, а второй день, когда ты сидел со мной в одной комнате на D2CL. Совершенно верно. Еее. Ну, мы готовы, на самом деле, обсуждать пики-бан, но их пока нет. А, плом, очень хочется. Спасибо. Вот они, дорогие, родные. Всего лишь целых три бана. Мое лицо, костиж с двумя ведущими. Ты тоже ждешь драфты. Ты тоже ждешь. Потому что просто невозможно. Хотя бы с одним ведущим поговорить. Бейте меня кто-нибудь, да. Так, ну что, почему банят по КТ-трэнта? Шисп. Потому что Мелоди еще, когда играл на Эмин, это прямо вот очень точный тренд. И они взяли Антоху, давали ему трэнта, и типа у них не получалось. Поэтому Антоху кикнули, поэтому если ты умеешь играть на трэнте, то сейчас спокойно можешь в Емин. Я могу. У нас даже связи есть с Ви. Хорошо. Окей. Так, ну а Шеры по логике вечно должны убирать. Эминальные? А Шеры кого убирали? Вечно Береза. Инвокера, господа. Пока не забавили. Шторм. Шторм. Я жду. Для Энтити сейчас полетит. Смотри, смотри. Шторм. Спирид. Не Шторм, а этот Висп, а потом Инвокер. Но, но, вы же заметите, это та игра, в которой приоритет был у Энтити. И они взяли ФП. Да. Ну или Брэдди, ну ты понял. Да. Это значит, у нас 2-2. Не взяли. Нет, это не 100%, просто интересно, типа, что до этого они такого фига не маялись. Тут раз и сделали. Потому что они поплыли, возможно, потому что ночь на дворе, а им хочется плавать. В ванной. В Европе еще вчера. Кстати, да. На час раньше. Или на два уже. С нами не поймешь, у нас ничего не есть. Сейчас нет смысла знать, потому что никуда не ездишь. Да. Кстати, интересно, почему ни одна, ни вторая команда никак не котирует ЛД. Потому что он выпал из метки. Из какой, блин, он вообще не выпал из метки. Выплал. Выплал. Понимаете, вот смотри, каждый раз, скажите, такой вопрос возникает в голове. Сделай вопрос, почему не Тинкер. Да. И если они даже Тинкера не будут. А потом он скажет, а почему не Нигма. И даже не Лина. И не Пуч. И не Лина, и не Пуч. А не Пуч, потому что что? Потому что Рожер играет в гранд-финале. Четыре героя есть, с которых нет причины не брать всегда. А почему Рожер не играет в гранд-финале? А потому что он играл на Пудже. Нет, потому что у него унисон состав. Кстати, да. А, у него Рамзес забил. Там Ятора играл. Забил. Я комментировал это, да. Там был какой-то веселый вариант. Мы рады тому, что ты у нас есть. Спасибо. И способен комментировать игры. Там у тебя был Кэрри Магнус или не у тебя? Да. Да, я понял. У меня. У меня был в нацистах Керри Свен от Рамзеса с БФом, и я этого никогда не забуду. С БФом и клип талантом на пятнадцатом. Слушай, я помню еще игру. У них вот был типа Магнус в команде, по-моему, Фантомка. Он тоже бахнул на БФ, там всю фигню. Нет, слушай, с Магнусом в команде БФ на Фантомке еще ладно, но у нас с Веней БФ это вообще какое-то место. Еще нет, то есть клип-то работает? Больше сотки. Да, я ничего не говорю. Но там было типа клип, мне кажется, двести процентов, двадцать пять. Там еще клип-талант был. Это шкаф. Это шкаф. Жалко, что проигрываешь. Понимаешь, потому что у тебя типа таймингов, артефактов нет. Ты не можешь делать. Митяй, когда ты видишь Никса против себя, ты хочешь играть инвокером? Да. Какая тебе разница? БКБ? Ну, я снова до БКБ постараюсь, потому что тебя загнобить все равно. Глобально он сильно мешает, понятное дело. Есть куча героев типа какого-нибудь пака, который там вот постоянно кидает арву, постоянно жмет вторую билку. Ты не можешь быть постоянно в БКБ, он сильно напрягает. Но в среднем вот какие-то герои типа инвокера, вот он может себе позволить не подставляться. Коставать либо за три-девять земель, где его все равно не подставляешь, либо в БКБ быть. Раззор. Короче, все, что надо сделать, это кайфануть Энсити о том, что Никса с Асси на линии просто ни о чем, поэтому ты просто доминируешь с лайнов. Мы видели, да, что первую карту они, например, сугубо на лайнах выиграли, и потом можно просто новоболить. С бисмастером это делать легко. Я пророчу в эту карту кунку. Куда? Вправо? Кашер. Чтобы, значит, без бисмастеровских зверей убивать. Где? Ты имеешь в виду? Да нет, в принципе, кунка на позиции один неплохо. Я тебе могу сказать, что они могут и медузу взять, но Энсити решили забанить, я не очень понимаю, зачем. В предыдущий раз получилось и так нормально. И с медузой. Не понравилось. Сейчас, опять же, видишь бисмастера, не очень понимаешь, куда бруду засунуть, чтобы работало. Просто убирают героев. Свою бруду, чтобы работало. На самом деле, знаешь, какую предлагаю штуку? Ну, на перспективу, на следующий сезон. Как дополнительную графику можно, допустим, под каждого игрока условно, да, показывать его трех там the most available. Воу, воу, полегче. То, что уже было, да. Ну, а почему у нас это? Ну, нету. У них нет трех лучших героев, они на всех хорошо играют. Да. Это финал. Это гранд-финал лучшего турнира года. Понимаю, тогда извините, извините. Седьмой сезон лучшего турнира в году. Ты посмотри, просто виз был справа, теперь виз слева. Слева был никс, справа теперь никс. Они же реально на всем играют. Копа из рук руки переходит. Для меня, допустим, не самого часто зрителя. Простите, скажу. Мне хотелось бы понимать, на каких героях там условно тоже... Как тот человек, который видел подобную графику, она не очень нужна реально. Она не очень удобна, ты поэтому можешь после дома открыть дотабаф посмотреть. Нет, это понятно. Просто в моменте условно, я бы тогда мог предположить, вот здесь, допустим, если у него реально там сильный какой-то Свен, вот здесь вроде как Свен, наверное, действительно заходит, я бы его предположил. Мне бы это как новичку, к примеру, помогло бы. То есть аудитория же Дота и зрителей не состоит только из постоянных там 7 тысяч зрителей. Состоит. В смысле, все, вся наша аудитория, это 7 тысяч зрителей с 7-ка ММРа. Не ниже, не больше. Самый лучший рейтинг это 3 тысячи и 3,5. Это вот все, даже плюсом, 3 тысячи, и вот ММР, это вот золотая середина. А тут и все хотят выбраться, поэтому там все жестко. Да, и поэтому все играют сейчас в Доте и пытаются выбраться, а кто выбрался, уже смотрит Доту. Да, да, да. Кто ее уже прошел, вообще, в принципе, выбрался из Доты и наконец смог ее удалить, как Лил. В своем видосике. Ты смотришь в ТикТоке? Они перезаливаются в Твиттера и Инстаграмы. Тогда... То есть ты тоже смотришь в ТикТоке? Не-не-не, в смысле, я понимаю, что ты удалил Инстаграм. Я смотрю Кубы. Кубы. Так я тоже за Кубы. Где? Где ТикТоки? Постятся прямо вот прямо с подпиской и прочим. Теперь уже так, да? То совсем плохо. Ну, типа, ребята, просто парни. Ну, знаешь, это формат, как теперь из Пикабу, а из же реактор. То есть ты можешь смотреть на Пикабу все или выборку хорошую на реакторе. Это как раньше была топа анекдотов бездна. Ну, да-да-да-да, то есть ты можешь читать, типа, весь Башорка, можешь читать лучшую страницу и так далее. Опа. О! Это же Фантомка. Я только хотел сказать, наконец-таки дурачок сыграет в нормальном керрии. Да-да-да-да-да, дурачок уже не сыграет страницу. Почему? Ладно, окей. Не, Фантомке я всегда рад, на самом деле. Один из любимых героев на керрии. Против виспо, против виспо-мастера нормально работает. Ну, Пуэмыч, на самом деле, пойдет сейчас, если он будет с виспом на линии, то он пойдет через топоры и полный. Да-да-да, у нас вчера же была с тобой игра, мы комментировали, я против Морфа даже постоял, и даже нормально получалось. Да. Он играл... Локоморф еще перекачивался и отхиливался. Да, и у него постоянно возил саппорт, а здесь опять же герой, которому не очень просто будет, потому что она еще и милишник. И сейчас, короче, старая связка. Омник Найт плюс Фантом. Омник Найт? Омни Найт. Такая связка. Ну как, в смысле, она прыгает на тебя, там, первый скилл кидает, схилит. Семь из урона. Вау! Ты даже не скрыл Лэм, а ехать. Кстати, насколько вообще... Я обезьяна так называю. Статус резиста. Кстати, насколько помник, воркосренно не плохой. Или суперплохой. Офигенный герой вообще, я полно не знаю. Не, ну серьезно. Я серьезно не знаю. Нет, я просто не понимаю, зачем он нужен сейчас. Против Рубика отличнее. Это просто флешбеки старой дон. Вот я понимаю, просто у тебя сейчас есть герой, который дает что-то. Что дает тебе Омник? Он дает, типа, хил, не пробить, и оно никому не нужно. У тебя просто реально нет героя. Если бы ему вместо Дегена был полезен какой-то сфер со станом, быть может. Может быть, если бы вернули 100 лет. Мне сейчас больно на месте Энтити про все, что перебил. Вот я смотрю на ластик Буэк Митера, скорее всего. И я такой, я хочу играть активную Додо, да, условно говоря. Там у меня Лина будет какая-нибудь или 6, что-нибудь в этом роде. И ты думаешь, у меня Абадон и Висп тройка, и четверка. Что вообще? Как с этим мне играть в Додо? Он много захил, на самом деле, много захил. У тебя Ауэр еще в раскинга будет давать. То есть потенциально, опять же, если у противника не хватит урона тебя пробить. Берем, кстати, Некрача влево. Это Краба налево. Это Краба, кстати, вот Краба хорошая. Краба. Сам-то Некрач. Некрач тоже. Потому что глобально их суть в том, что если они еще легенды берут, это, возможно, даже сработает. Это будет тот момент, когда настолько плохо, что даже хорошо. Да, но справа, кстати, нет героев, во-первых, которые любят собирать себе весело. И Тимбер тоже не очень любят. Ну, там еще один саппорт появится, наверное, никого он будет собирать. Во-вторых, Шивы тут нет ни одной. И Скадис Собирателей тоже ни одной. Ну, Шива, ладно, еще Квапа собирает. Но Скадис Собирателей ноль из нуля. Блин, МК на мид нет. Ну, можно Фантомик придумать. Бывает, бывает. No, 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 no. No, 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 no. Нет, ладно, МК на мид нет. Отмена полная для энтити. Что? Кого? Да что? Что? Зачем? Ну, не знаю. Тебе еще один милишник, типа, в пашку с тремя милишниками? Что, Шов Тимбера потенциально? Да. Потом МКБ, Фантомочка отлетает. Вот было бы здесь Топста, но было бы здесь Топста. Вот, да, я хотел сказать, что Топста. Сейчас бы Соло Мид Белочка. Белка была оболюдная. Вот Соло Мид Белочка. Он бы, кстати, разорвал бы Тимбера, тот встал от ДНО. Ну, нет, можно Вайпера из той же опции взять. То есть любой вот герой, который... Нам нужно либо герой, который Сильвер соберет. Айфор Лина. Айфор Лина. В Ак-классовы хочет собирать. Лина и Сильвер собирают. И БКБ ранее, чтобы от Никсани убегать потом. И на Трэвеллах кататься с Бестан. Вот ее забаннили. Ну, зачем, парни? Ну, что? Вы что, выигрыш хотите, что ли? Выигрыш хотят, да? Не, ну ВК тоже хочет собирать Сильвер. Ну, тебе лучше два имени. Давай Вайпера возьмем. Станов все-таки хватает. Ты их больше, чем Фушили. Нет, давайте возьмем Крабу. Нет, лучше любого героя со станом. Любой герой со станом или с снятием пассивок, или вместе взятой. Потому что тут пассивки надо и Фантомки сбивать, и Тимберу. Никого знает кто это. Вообще, Эмбера можно тратить. Тоже не очень приятно. У тебя есть подхил, опять же. Ему вообще пофигу на все, кроме Никта. Ты стукнулся в Никта, Абадон кинул щит, и как бы все, пошли, поехали. Да. Опять же, учитывая... Ну, отлично. Яскорство с респом, да, да, да. И тут он под подхилами. Никт радуется, очевидно, но глобально подхилов стало просто больше. Да. И это в целом, скорее всего, может сработать. Мне интересно, сможет ли Тимбер жить в этом всем, кстати. В мидгейме и в лейтгейме. Что вроде как он выживает, но может и нет. А, и пока не забыл, превентивное 3-1 на энтити. Просто потому что у них опять ластпик, и они опять трехкоров уже взяли. И вот у тебя ластпик, и я закрываю. Короче, ты максимально недоволен ордером в драфте. То есть вот ты мог взять этого грима в любую секунду драфт, когда увидел Веспа на ФП. Короче, какая-то лютая дичь. Смотрите, здесь вся ситуация только одна. А слева пацаны вырезают за секунду грим-строка Эникса. До того, как они успевают хоть что-то нажать. Ну, или даже если успевают, то это уже не имеет никакого значения. И там три чела, в которых нет контроля вообще. Вот, то есть Фантомка, Тимбер и Квопа. Они, конечно, бегают, они, конечно, кнопки нажимают налево-направо, но под контролем не оказывается вообще никто. Они все просто уходят, отхиливаются, возвращаются к вам обратно, а у вас уже ресурсов нет. Просто в определенный момент Фантомка будет кнопки нажимать только в лесу, если сейчас ее на линии загнобят. Ну, да, она с грима, она может сама загнобить. Да, да, она может нормально отстоять. Мы же не рассматриваем вещи, что там, ну, если на линиях все не пойдет. Вот если вот 50 на 50 на линиях, да, нормально стоим, все окей. В мидгейме, если у грима с Никсом не будет получаться выживать, а здесь реально очень хорошие шансы на то, что не получатся выживать, да, потому что тут пацаны просто прут на тебя. Вот. А в фронтлене у тебя только тимбер, и станов нету, кроме какого-то саппортов. Сложновато играть, реально. Но, в целом, да, мне просто нравится то, что у антити на пик, она как-то стабильнее, проще, прямолинейнее. Ну, не то, что проще, но надо на линии поставить хорошо. Вот самое главное, чтобы они сейчас не сильно проиграли их. Но Фантомка килл любого, кто знает, может, они и вытащат. Как раз вот как с антимагом было. Как с антимагом было проще. Ну, с антимагом там стабилочка, вот ты 15 минут простоял, ты выиграл. Здесь вот тебе полчаса даже не хватит, чтобы гарантировать победу. Ну, да. Может, есть бэк-бэк-контроль, как минимум. Да. А у тебя ноль подставила. Ладно, давайте отправляться, дорогие друзья, на четвертую карту, но перед тем, как мы отправимся туда, я напомню, что у вас есть замечательная опция кликать на баннер под окном трансляции, соответственно, нажать на этот баннер, зарегистрироваться, получить себе бонус до 2000 рублей и от наших друзей в онлайн. И будем уже переходить к просмотру четвертой карты, а комментирует ее все так же Джем и Майл Шторм. Где коэффициенты? Я не понял. Потерялись. Потерялись. Ваши ожидания, Александр, от этой карты? Когда я вижу Timber Soul в четырех силовиков, у меня ожидания такие, что это будет жестокое избиение. Кастрюли и распилка всего, что он только видит на своем пути. Поэтому, да, здесь я сказал бы, что 2-2, скорее всего, будет. Вот и все. Интересно, как отстоит свою линию Timber. От этого действительно будет многое зависеть, потому что Timber реально тут может сделать очень много... Вряд ли он выиграет игру, но он сделает очень много спейсов. Он, по крайней мере, сделает старт и мидгейм, это точно для своей команды. А выиграет игру Фантомка, как всегда. Кстати, у нас он на двери даже, Фантомка, смотри. Да, я обратил внимание, когда заходил как раз-таки после драфта Фантомки, что она вот здесь с нами. И опять же, не забываем, что есть шарта Фантомки, которую ты вот за кулисьях упоминал правильно, процентный урон, который тоже круто работает. Плюс это выключает еще и пассивки, не забываем, потому что проект-механика работает. Она лучше работает против пассивок защитных, но, тем не менее, здесь достаточно... Это все равно неприятно, когда у тебя пассивки выключаются. Здесь можно ворваться, отключить ВК, вампирик, криты, бестмастер ускорения атаки, то есть разом теряется колоссальная ДПС. Еще и Абаддон отключить активацию ультимейта пассивную. Он может забыть просто нажать кнопку, такое бывает в порыве драки. Ну, я бы сказал, единственный, наверное, и правильный вариант здесь, если только Фантомку как-то невероятно уничтожат в начале игры на линии и не дадут ей просто выформить быстро свои артефакты. Но, возможно, такое произойдет, кто знает. В целом, хороший шанс затемповать бестмастер с оверлордом, висп, который притизируется к лешраку, они пойдут ломать. То есть затемповать реально могут. Особенно, если решат проблему с вот этим тимбером, они просто пойдут душить Фантомку до ее артефактов и все, и проломят. Как у нас, например, уже делали Entity в игре с Бэтрайдером, Разором, Бестмастером против Морфа и Эмбер Спирита. Вроде бы Морфа и Эмбер даже свои арты набрали, они все равно поперли в пятером жестким вот этим кулаком и задавили. Поэтому темп — это очень важно, и очень важно что-то придумать с тимбером. Можешь как-то против него там триплу поставить, вначале его попробовать убить, ну, в общем, что-то, что-то. Ну, знаешь, как показывает практика, даже если ты вначале ставишь какую-то не суперприятную тимберу линию, даже... Я вот видел такие игры, где там он умирает в первые пять минут раза четыре, этот парень доживает до пятого левела и просто выселяет тебе примерно вот так вот с линией, и ты ничего уже с этим не можешь поделать, потому что потом, получается, шестой, появляется чекрам, и ты просто в панике бежишь, потому что уже подвушку заходит и ничего не боится. Поэтому обычно это так происходит. Интересно, какая будет расстановка здесь, потому что вот этот грим появился в самом конце. Ну, пятерка грим — это точно для фантомки на линию. Опять же, комбинация в теории неплохая, да, Инксвелл, фантомка там кидает даггер, прыгает, есть стан, есть дизейбл, уже приятно, вот. Плюс сам по себе грим здесь не так плохо смотрится. Да, нет какой-то жесткой комбинации, да, под его ультимейт, но ты кидаешь ультимейт виспай, по-любому кого-то всегда поймаешь, потому что с виспом всегда кто-то рядом находится, как правило, поэтому не так уж и плохо смотрится. Вот и все. Так что грим смотрится вполне себе, естественно, здесь. Там у нас пауза просто в игре, чтобы вы понимали. Накал страстей такой. Там уже 50-ая минута. Да, там уже мы тут сидим, болтаем с вами, развлекаем. Ну, в общем, мы с Александром больше сошлись на том, что хорошие шансы на 2-2 и на решающих эту карту. Ну, я бы сказал так, если честно, да. Видя все, что есть в наличии у HR здесь, я бы, конечно, им, наверное, предпочтение давал. Но кто знает, кто знает, как будет все на самом деле. Это же D2-2CL. Мы вчера, позавчера предполагали тоже совершенно другие исходы от команд-фаворитов. И там у нас необъяснимые вещи происходили. Да, у нас, наверное, самое началось все с того, что Na'Vi проиграли в лиге. Потом Gladiator проиграли Entity. Ну, это вот, наверное, и вчерашние игры тоже, на самом деле, максимально такие жесткие какие-то непонятные. Ну, я до сих пор не понимаю, что я видел вчера и сегодня, если честно, в плане раздрафтов. Ну, а сегодня еще более... Сегодняшняя игра Gladiator. Gladiator, да, я говорю, что до сих пор у меня впечатления такие, что я не понимаю ничего, что там у ребят происходит в команде. Так, тут изначально поставили вард на линию, агрессивный. Они любят такой вард, кстати, уже не первый раз его ставят. Ну, соперники далеко не всегда его сбивают. Чаще даже не сбивают. Сами Ашер поставили два варда на центр и вот на эту горочку снизу. Заблочили маленький кэмп. Заблочили большой кэмп на своей легкой линии. Короче, все уже позаботились. Ну да, такое здесь у нас в миде прочекали. На всякий случай вижен, я смотрю, Ашера, да, ничего не нашли. Сюда перетянулись обратно эти, пошли у нас знамена вовсю. Так, что у нас по темпу игры интересно будет? Будут ли у нас ранние драки, либо у нас, как на прошлой карте, там мы первую кровь увидим на седьмой минуте, по-моему, если не ошибаюсь. Кто знает? Сейчас увидим. Так, ну, для начала решают, что ВК Батон. Вот такая вот линия. Вообще, конечно, интересно. Ой-ой-ой, Фантомка тут в драку. Рановато, мне кажется, Фантомка врывается. Поаккуратнее надо быть, Ватсу много хп потерял. Три баунтера уже за Шар. Так. Не зря они боролись за эту баунтеру. Да, все верно. Пока что один бисмастер идет наверх, но к нему уже вис перетянется. Вис, опять же, бист, неплохая линия. Сложно будет биста пробить. Да, вис, бист здесь, снизу абадон, плюс ВК против Тимбера. И такое ощущение, что с определенного момента Тимбер там вообще начнет лютовать, скажем так. Ну, может быть, вначале как-то ему... Ну, там снизу уже контакт пошел вовсю, в принципе, как и сверху. Гримстрок неплохой. Строков фейт закидывает здесь. Снизу там тоже плотная борьба. Я смотрю, у Тимбера хп очень мало. Снизу Тимбер живет. Ладно, Тимбер не пробили там. Да, абадон прям с нулевой начинает душить. Понимаешь, что если дать Тимберу спокойно третий, то уже все. То уже что-то сделать с ним не получится. А вот на первом уровне как раз-таки... Так, и у нас пошли криповодить. Фишман отводит криповодить. Ну, я говорил про то, что могут здесь даже вначале Тимберсо пробить. И даже фраг сделать на нем и не раз возможно. Но Тимберу главное хп получить. Да, пассивки нет. Пока взял себе Вернинг Дес на первом уровне. Ну, тут вот не дает Фишман забрать крипов. Это очень важно. Сейчас бы Никс забирал крипов. Тимбер спокойно получал второй, а там, глядишь, и третий уровень. Но вместо этого крипы умирают где-то за тавер. Тимбер остается без экспы. Абадонову душат. ВК его тоже, пока пассивки нет, душат. И начало интересно проводит антистем. Здесь сверху бестмастер забирает крипчиков топорами. Не скупится. Мелоди тоже ранджевика подконтролил. Ну, и центральная линия, о которой мы пока не так много сказали. Там опять противостояние Лешевой и Квапы. В прошлый раз это противостояние выиграл Рейбл на тех же героях. Да, так и было. Очередной матч-реванш. Посмотрим, что будет в этот раз. Пока что у Лешака чуть получше дела обстоят. Мы едем динайв побольше штурмштормеров. Относительно химов бэй. Да, ну опять он начинает вот проседать и тяжело отхиливаться ботлом. Так, так, пытается здесь Мелоди зацепить и Тоби, и Катаоми, чтобы побольше из них Регена выбить. Ну, не так-то это просто. Да, даже если выбьет, что толк все равно Исп все это ингенсирует. Так что не так это критично. Самое главное, что фантомка что-то умудряется добивать на линии здесь и может подходить к репам. Это, наверное, основная задача у Мелоди. Снизу в Рейс Кинга тоже по фарму все уже неплохо. 12 на 5 идет. О, Килгер. Это еще один душитель Лешака. Да, Лешак остался без руны водички, я так понимаю. Возможно, кому-то придется перетягивать, обузить ботл. Перетягиваться, обузить ботл. Сначала надо умереть в таком случае, чтобы переселиться. Как вариант. А умирать не очень хочется. Идет за руной богатства. Либо так. Не воды, так богатства. Да, да, слушай, да. Опция тоже неплохая. Моя вода, мое богатство. Пелась в песне. Такая песня? Моя вода, мое богатство. Моя вода, мое богатство. Понял. Мелоди пробили здесь вверх. Ну, слушай, у Тоби линия прям вполне себе такая комфортная. Если так посмотреть, не напрягает его вообще. И Фантомка топовый Нетворс на данный момент имеет на карте. Драка началась. Инкс Вэл как раз и тот самый раскастовали. Тоби не пробили. Еще топорики залетают. Как же мало. ХП остается здесь у игроков команды Ашер, но никто не пострадал. Увы. Ну, а хорошие топорики. Ой-ой-ой, Мелоди. С огнем играешь, с огнем. Тут еще и Ватсона получал от Виспава. Просто посмотреть. Только что фласка, кстати, была потрачена на Фантомку. Вот и Фишман, который приходит к Вишраку. Помогает ему. Вешает щиток. Не снимает кортик, но не дает кортику дамажить. Что тоже, в принципе, нормально. Абсолютно. Руна воды. Руна воды на этот раз Шторм Штормер подобрал. На нижней линии, вот, начинается. Начинается игра для Тимбера. Наконец-то. Он остается один. ВК его сейчас пробить не может. Нет, Тимбер это фифар, по идее, здесь сейчас. ВК ему ничего не делает. Как бы ВК уже не пришлось задуматься насчет того, как бы в лес входить. Если Лимитас здесь нафидит каким-то образом, там, с подключением лешего или просто, и не сделает большого импакта, это будет очень плохо. Я думаю, что такой исход крайне маловероятен. В миде все еще, возможно, будет выход, потому что там Маникс Ассасин неподалеку находится. В теории могут для Шака поймать. Да, Микс начинает гулять по карте, понимая, что Тимбер... Наверх перетягивать от Фишмана. Да, Элоди могут забрать. Заберут. Элоди. Еще одна тычечка. Это ФБ Фишман делает его. На развороте нападает на него Ватсон здесь. Ну, можно быть, поаккуратнее. Вист там захиливает. Там Микс Ассасин бежит. Мне кажется, Гилгер немножко ошибся. Ой, фласку сбили. Гилгер немного ошибся. Вот он оставил Тимбера снизу. Ему нужно было обязательно держать телепорт на готове или передвинуться на верхнюю линию, которую пошел душить соперник. Потому что на миде он просто стоял, смотрел и ничего не делал. В то время, как на топе убили его тиммейта, забрали ФБ и продолжают душить Фантомку. А Никс опять на миде. И там опять никого нет. Да что ж ты там делаешь? Отдыхают. И смотри, сейчас Лишрак идет, пополняет свои ресурсы. Но вот сейчас сможет ли что-то сделать Никс? Фантомку душат втроем. Никс по-прежнему на миде. Лишрак при этом жив. И вот-вот-вот выход от Никса. Судьбоносный. Но если сейчас Шторм Сторм Мира заберут, это полнейшая фиаско будет для команды Энтити. У него и так по Нетрусу все не лучшим образом обстоит. А что по ульту? У Квапы его нет. Он не вкачал ульт. Ё-моё. Жесть. Тогда какой смысл был нападать? Ну, зато они смогли хотя бы Абадона перетянуть. И теперь Фантомка получила какое-то послабление. Я бы сказал, что в Фантомке и до этого более-менее стоялась. Тут у нас драка очередная. Снова попытка нападения на Шторм Штормера. Все еще ультимейта нет. Шторм Штормер Бе шестого. Сюда приходит даже Кристаллис. Гилгир побежал вперед. Но тут захиливает спокойно все. Это дело Фишмана и Шторм Штормер живет. Ну, вообще, очень жестко задушили Лишака. Если посмотреть по Нетворцу. 1800 у него. Там у Квапы 2,5 уже. Да. Да. Лишак действительно. Я бы сказал, даже без Никса. Страдал очень серьезно. А с подключениями Никса еще страшнее. Фантомка прыгает на Испану. Он успевает нажать тизер здесь. Да, успел нажать. И в итоге Никса потрачен в никуда. Блингстрайка уже не было. ВК сместился в лес. Сейчас начинается распиливание Тавара снизу. Крипы бьют. Тимберсоу. Я не удивлен, что ВК уже смещается в леса. Потому что он против Тимбера не хочет стоять. Вообще никак. Да, да. И импакт от Тимбера уже... Ну, внушительный такой. Вышка падает. Вышка сейчас упадет сверху. Не удается в ответ запушить антити. Никак Тавар. Так что здесь... Потуги какие-то прямо у Бестмастера. Он что-то пытается сделать. Ничего не получается. У Тимбер же это получается само собой. Просто потому что ему эту линию отдали. При этом в миде Лешрак начал плохо. Квапа его перестояла. Ну и наверху Фантомка тоже отлично себя чувствует. Да, вот здесь начинаются проблемы у антити. Чем отвечать будут? Пока непонятно. С другой стороны, торопиться-то некуда. Да, у них там пушится нижняя линия. Но Фантомка не фармит. Хотя Фу Скинг тоже не фармит. Ладно. Тогда торопиться получается наоборот надо. Пацан. Подкоп хороший. Виспа должны здесь забирать. Оставляют килл Фантомки. А еще никогда не с Тоби могут забрать. Тоби сейчас не убежит, наверное. Кортик может быть еще один? Нет? Не стали рисковать. Побоялись, что кто-то еще перетянется. Да и тем более... А, там еще и перетянулся Фишман как раз таки в миде. Очередная попытка добить Штамштормера. Но Фишман здесь спасать снова щитом. И Штамштормер выживает. Не забрали его. Попробуют на косте задушить. Но там не побежал он домой. Нет. Тут Висп уже. Отхилил. Там еще и потал забудился. Так. А здесь нападение на Тоби. Знают, что Висп телепортировался. А Бадона тоже нет. Да, в этот раз должна быть смерть. Тут Куин Хой, кстати, внезапно на хосте. Выбежал с другой стороны. Бэтсик Юрия Лакил. Тем временем на центральной линии у нас начинается осада. Лешрак с Диаболиком должен был немножко побить по тавру. Но нет. Просто как-то выдвинулись в сторону Никса. Тимбера мы вообще уже и не видим даже. Он абсолютно спокойно стоит на нижней линии под Тер-2 вышкой. К нему никто не приходит. И непонятно, смогут ли что-то сделать или нет. Ой, Ватсон. Пошел в потайную лавку. Но к нему уже в гости втроем вроде выходят. Вот он Фишман. Видит Ватсона. Пошел бодиблог. Кизер, слышу, от Виспа. Да, да. Набегает в Доби. Но четыре героя отпускают Фантомку. Ладно, все. Но они хотят вышку забрать. 2-2. Скорее всего, да. Хотя хотят, скорее всего, вышку забрать пока что. Но проблема в том, что там Тимбер снизу орудует вообще безнаказанно. Вышку он тоже забрал. Он там еще и леса фармит. Вот у него появился уже и Худ. Попробую эту кастрюлю вскрой. А, Лешрак теперь уже не вскроет. А ВК еще и даже и не был в такой кондиции. Да, он вот кастрюлька уже сверху. Все. Все, говорит, пушить я вам не дам. Нет, конечно, беда полнейшая. Фантомка по Нетворцу все еще себя замечательно чувствует. Лешраку, как возвращаться в игру, непонятно. У него Нетворц просто отвратительный. Вы посмотрите, 3-100 до сих пор. Ну, Тимбер был бриллиантовый пик. Прям вот суперкрутого героя нашли на вторую стадию. И все. И видите, как много... То есть, эти даже не пытались с ним что-то сделать. Они прям понимали, что будет очень тяжело. Оставили его на линии. Теперь они надеются, что в какой-то момент ВК или Шрак нафармят так много урона, что Тимбер смогут забрать. Ну, в принципе, это классика жанра. Тимбер вот такой неубиваемый до определенного момента. Да, вот. Я про это хотел только сказать, что есть момент, когда Тимбер может уже... Ну, эффективность его пойдет на спад. И нужно этим преимуществам, которые есть на данный момент, хорошо пользоваться Ашером и давить, что они, собственно, и пытаются делать. Лимитлос здесь пока что один, правда. Там Тоби очень мало ХП у него. Остается вынужден выбегать на треугольник. Ну, кстати, классно. Он выманил Рор Вистмастера, стянул всю команду соперника. Его при этом не забрали. Он начинает давить в соло и продолжать спейсить очень жестко. Ну, а здесь Никс мешает ВК. Да, тут еще Крапейс отрабатывает, релокейт. Есть от Виспа хороший подкоп на ход. От Гилгира пытается убежать. Беги, Гилгир, тяни время, тяни. Беги, Гилгир. Эх, не догнать. Слушай, его отпустили. Да, его не смогли догнать. Классно сыгран. В виде нападения стрелокейта, забирая Фиспа. Опять же, фраг в плюс команда Ашер. А Гилгир не собирается уходить. Он все еще здесь. Он экспу повпитывает, побегает. Что-то, возможно, сворует. Он понимает, что его не наказать. Он работяку уводит, которые должны были фармить крипов, а теперь они бегут за Никсом. И это, кстати, нормальная тема. Они не бьют крипчиков. Он сейчас может их увезти куда-то там. Эх, застряли. Оп. Но он мог их реально увезти чуть длиннее на фонтан. Ладно, тем не менее, 3К. 3К уже перевес в пользу команды Ашер. Преимущество серьезное. Там еще и бисмастер начинает отставать по фарму. Окей, тут Тимберсоу. Ну, кстати, топориками бисмастер что-то там Тимберу делает. Окей, еще как-то пробивает. Вышка в миде начинает падать потихонечку. Там Микс Вэлка остуется уже на кого? Я была в Пейн, да. Но она прыгать не стала, само собой. Снизу Кристаллис. Кристаллис дофармил себе Армалетик. Дальше будет сразу же Сильвер Эйдж собирать. Опять же, тут против двух героев классно работает артефакт выбора. Вполне себе ясен и понятен. Когда фармит Кристаллис скоро, Кристаллис. Ой, Кристаллис, Сильвер Эйдж. И будет идеально. Ну да, и Сильвер Эйдж потом. Тем временем... Тем временем какая-то тусовка на миде. Я даже не знаю. Да я бы сказал, игра просто замедлилась, успокоилась. Я бы даже напомнил вам про то, что есть баннер по трансляции, по которому можно перейти от наших друзей из Винлайн. И это, наверное, пауза в игре, ну именно, когда ничего не происходит в пользу команды Эйдити. Так не странно. Думаешь? Конечно. Ну, Тимбер сейчас силен. Ему нужно идти и давить по-хорошему, но он этого не делает. Мне кажется, это нормально. Он постоянно один стоит против двух-трех героев. Знаешь, ему сейчас один-два раза умереть, и эффективность его резко упадет. Рор. Поймали, поймали. Гилги разобрали. Тимбер вкатывается. Ошибка от него может быть. Это зря. Да, я вот про это и говорил, что один-два раза погибешь, и все, но врывается в АПА. Какой! Соник Вейв залетает! Боже мой! И моментально минус три у команды Эйдити. Остается в живых только один Твишман, но это ненадолго. И он тоже погибает. Ну, ладно. Мои опасения были напрасны. Команда круто подстраховала здесь. Потерять Тимбера было бы очень обидно, но великолепно сыграл Никс, очень много времени выиграл. И вот, пожалуйста. То есть стоят, смотрят на Тимбера, убить его не могут, пропушить его не могут. Фармят медленнее. Вот сейчас повтор. Шикарный момент от Никса. Проморгали, да, момент. А видно, как вот по водичке забираются спины сейчас Queen of Pain. Вместе с Гримстроком. И, собственно, будет просто шикарный. Сониковый. Еще и Саленс по двоим. Эх, да. Потрясающий ультимейт. 2-6. Игра получилась бескровная поначалу. Все-таки 9 фрагов за 13 минут. Это не так уж и много. Но преимущество, тем не менее, у Ашер большое. Это тот случай, когда вроде бы не так много экшена, но Ашер игру прям контролирует очень-очень жестко. Если они не будут допускать ошибок, то победа должна им доставаться. Просто Фантомка пока еще через БФ фарманет свои артефакты. Пройдет какое-то время. Но как только она дофармит БКБ, все пойдет к медленному, но верному концу. Там в миде. В миде перетяжка от Кристаллиса. О-о-о, неплохо. Мелоди пробил здесь. Но это минус реинкарнация сейчас будет. Или нет? Нет. Полетается хилл, хорошо. Но было опасно. Там ДД просто, Рейблок. Минус реинкарнация, окей. Но рядышком Микс Ассасин. Реинкарнацию выбили. Тоби бежит вперед. Просто отдали ультимейт, получается. Да, причем... Первого левого. Да, и 190 секунд, 180 там ждать еще. Ну, такое. Странный муфу. Сверху. Выход на Queen of Pain. Ну, такой. Тут Вистмастеру... А, нет, это Висп. Это Висп плюс Штормштормер. Они вряд ли что-то сделают Квапе. Я думаю, что нет возможности ее вот так вот поймать, если только она сама там подставится. Жестко как-то прям совсем. А Ватсон и правда. После БФа выходит в свои Блокинг-бары и с появлением этого артефакта, с Фандомкой, ну ничего. Даже без Дизоля прям сразу, пока... Да, сам БК-бой. Так, на ВК нападение. А он без инкарнации. Он только что отдал в миде. Ох, жестко. Релокейт поздновато залетает, как по мне. Забрали Грима на развороте, но Грим успел закинуть ультимейт по двоим героям. Как раз-таки Никс спрятался пока что в Виндетту. Работяги за Ватсоном здесь гонятся, но нет, нет, не забрать Ватсона. Просто так там Тимберсик пилить начинает. Квапа, обрывается, круто! Штормштормеры забирают. Какой подкоп от Никс Ассасина! Соник Вейв пошел в драку. Квапа до конца. Тоби, наверное, заберут. Тоби еще одна тысячка. Тоби погибает. Живых остается только один Фишман. Пытается разменяться. Ладно, справедливости ради, Фантомку он добил, но он тоже погибнет. Это будет Тимвайб. Круто! Фишман добивает Фантомку, но это все, что смогли сделать в этой драке. Да, эта игра, если будут ее энтити до конца мучить, она может еще продлиться какое-то время, но по факту все, дело сделано. Осталось только, что называется, закончить. Ну, Вышкин начинает падать в любом случае. В миде вот сейчас это один заберут. Да, минус Тавр. Можно посмотреть пока что статистику по урону, но там Тимбер нормально дамажил вместе с Квапой. А скоро и Фантомка начнет дамаж носить. Осталось только отшлифовать. Билгиро уже начинает так гадить своим оппонентом. Он с дамом бегает. Напрягает просто одним своим видом. Знаешь, ты понимаешь, что постоянно рядом с тобой где-то бегает этот жук. Штормштормер. Справедливости ради, в этой игре шансов я вижу больше, чем в предыдущей, потому что здесь все-таки такой пик, который может как-то формануть, пойти и по зданиям поработать с одной стороны, и по таргетам был героем. Это правда, но проблема в том, что если сейчас в таком... Ну, еще одна буквально драка в пользу команды HR, сфармить его будет негде, к сожалению. Супер медленный оверлорд у Бестмастера. Один из вообще самых медленных, наверное. Ни в коем случае нельзя подставляться ему. Ни в коем случае у него реинкарнация на КД. Ладно, его вроде как отпускают. Хорошо. Да, стан в ответ. Все, я еще не понял, мувы до сих пор в Рейскинге в миде. С отдачей ультимейта своего. Зачем? Ну, тут уже очень тяжело. Тут куда ни пойди, везде тебя прессуют. Уже тяжело делать какие-то вообще адекватные действия. Я думаю, что антисты это прекрасно понимают, что они эту игру практически проиграли. И у них остается очень мало шансов, поэтому они, естественно, допускают вот такие вот какие-то ошибки. Такой легкий тильт, можно сказать, на этой карте. Ну, а что? Тимбер, они проспали капитально. Это правда. Так, ну, пытаются пока что в макро доту отыгрывать, сплитпушить там и так далее. Сверху здесь уже вышку Гилгир не дает запушить, что это за просветка была. Думали, что Гилгир может быть рядом, поэтому... Ну-ка, он был рядом, но не в Индете стоял. Просто неподалеку. Понятно. Так, в кристалле здесь пока что. Шадоблэйдом мы видим уже. Сейчас фарманет кристаллис и будет силер. Мне нравится, да, когда кристаллис. Кристаллис, кристаллис. Не, ну слушай, сигнатурный артефакт получается. Сигнатурный, да. А знаешь, какой у меня сигнатурный артефакт? Ну, такого нет артефакта в игре же. Нет. К сожалению. Кстати, многие по ошибке называют. Ну, так проще, потому что как-то звучит. Наверное. Более даже благозвучно. Ну, это, так сказать, никого не интересует. Как и, в общем-то, то, что делают Энтити в этой игре. Ну, да. Они уже на своей половине карте где-то там пытаются что-то фармить. Ну, что-то пытаются. Пытаются пока что просто потянуть все время. Только непонятно для чего. Потому что их просто перефармливает Ашер уже и на теме. Я бы еще понял, если бы у них там гораздо крепче был Бэлайт. Да, условно. Но против Фантомки этим не знаю. Ой, как же Гилгир хорош. И Рэйбл врывается с Тониквейвом. Нужно сейвить сейчас Штормштормера. Его засейвили. Окей. Рэйбл, конечно, хорош, но недостаточно хорош оказался. Вопрос. Вернется... Да-да-да, смотри. Возвращается Лишак. Ждут Виспан. Сюда тиммейты бегут. Сюда бегут тиммейты. Команда Энтити. Это, возможно, будет камбэк. Есть тизер. Хорошо. Штормштормер здесь. Пошла привязка от Грима. Но Грим уже забрали. Там со вторым домиком Тоби бежит вперед. Рор! Залетает в Тимберсоу. Тимберу очень больно. Тимбер! Тимбер погибает. Ошибочка по итогу от команды Ашер. И это позволяет Энтити отыграть 2000 золота практически за эту драку. Вот поэтому Энтити еще играют и не сдаются. Потому что они верят в то, что Ашер где-то ошибутся. Вроде бы неплохая атака от Никса. Чуть-чуть не добили Лешего. Но как сыграли Энтити? Вместо того, чтобы просто вернуться, они... Лешак сделал ТП на Тир-1. Побежал туда. Вернулся один Висп. Гримстрок там вообще сделал все наоборот. Но сначала кинул Сайланс. Потом ультимейт. И вот, пожалуйста, моментально переворот. Забирают трех героев. Забирают Рошана. Которого вообще не должны были в этой игре забирать. Еще неизвестно, до чего это дойдет. Потому что Ашер сейчас могут в каком-то состоянии нокдауна легкого находиться. Ну, по крайней мере, по крайней мере, вышку они точно дадут в миде Т1. Что там у Фантомки? БКБ-то должно быть уже в наличии, по идее. Удачный домик появился прям второй. Бестмастер. Тайминг. Как раз можно пойти, наделать кучу делов. Да, у Фантомки БКБ где-то близко. Так, так, так. Не видят друг друга. Они не видят друг друга. Но у ВК раньше, естественно, закончится инвиз. Он кончается. Правда, есть реинкарнация. Но сюда подтягивается Тимбер. Довольно неприятная ситуация, что сейчас и у ВК есть реинкарнация, и у Лишака есть Аегис. Какого-то из коров выкидывать все сплы тяжело. И даже в двух коров. Так, Тимбер здесь. ВК убегает просто в Шадоу Блейд. Вышку не хотят отдавать. Очень не хочется отдавать вышку. Фантомка пока что снизу. Драться вроде как не собирается. Но если что, прилетит. БКБ готово. Причем, кстати, уже половина дезолятора готова у Ватсона. Так. Бриганс Блейд выпал. Отличный артефакт. Для любого кэри, который бьет с руки. Здесь Квиксиллер. Кристаллис. Кристаллис готов. Но ему нужно именно прям не Кристаллис, а Сильвер дофармить. Для него Сильвер это критический артефакт, чтобы и Тимберу отключать пассивку, и Фантомке. И уже разбираться с ней. Но хочется сказать, что Тимбер это довольно быстро хлопает, потому что урона в этом пике очень много. Опять же, возвращаясь к предыдущему драфту, где там был Веник. И вообще непонятно, как он теоретически мог выиграть. Здесь понятно, как теоретически выигрывают. Когда есть урон, можно воевать. Так, ну что. Сильвер готов. Клопа. В смоках. В инвизи. В инвизи. Рыба. А, да, даже в инвизи. В инвизи. И в инвизи еще. Да. Но тут видит Катаоми. Его так просто не поймать. На развороте на Лимитлс и нападают. Там просто Тоби бежит. Рор уже хотел кидать или топоры. Это, блин, неважно. Рейбл в хорошей позиции стоит. Его не видят. Его не видят. Сейчас увидят. Ну вообще, ему бы аккуратнее играть. Так как все-таки он играет с Никсом. И против Никса постоянно всякие просветки носят. Да. Могут подумать, что там Никс. Найти Квапу и, конечно, будут этому очень рады. Два шага левее. Сентри-то есть у команды. Энти Квапу и это было опасно. На Кристалис. Сильвер готов. Следующим артефактом он хочет сделать Блэкинг Барну. Ему еще очень нужна будет Кираса явно. Ну, конечно. Вообще игра начинает так немного подвисать. Ну, Фантомке Дезолятор нужен. Дезолятор появится. Желательно 20-й левел и все. В принципе, Фантомка уже боеспособна. А вот этот парень выпадает. Вот то, о чем я говорил, что если не удается сдавить нормально, одна буквально смерть и тебя уже откидывает. Как было близко? Штормер чуть не попал. Стану. Тебя откидывает достаточно далеко. И вот мы видим, что он уже... Что уже Лишрак его обгоняет по Нетнурсу. Да. До последней драки, которую выиграли Энтити, там Лишрак далеко позади был. Ну, если вспоминать. Ну, Тимберс сильно страдает с появлением артефактов, таких как Силер. Шива какая-то появится у Лишрака. Тоже это минус регена. Очень неприятный артефакт для Тимберсо. Поэтому он действительно утратил свою актуальность немножко. Правда, как раз он-то выиграл время для Фантомки, которая вот она дофармила себе Дезоль. И она сейчас очень мощная. На миде. Потом Сатаник на выживание сразу же будет появляться у Фантомки здесь. Там на миде пока что Шторм Шторммера видят. Но драться не хотят у него там Аегис. Нет смысла, наверное, нападать. Проще дождаться выпадения снизу. На ВК, на ВК. Ой, подвышку, просветка пошла. Опоздал здесь Гилгир с подкопчиком. Мог бы чуть побыстрее среагировать. Знают, что не перелокейт, а поэтому пытались... Ну, слушай, это заминка сейчас может стоить жизней тиммейтов Гилгира, если они не успеют уйти отсюда. Хотят. Вот Гилгира видят. Его видят. Он один. Да, его сейчас прям в карапас. Да, не страшно. Просто в карапас забираем. Так. Это минус Гилгир. Да, это хороший килл. И теперь можно продолжать на самом деле. Клопа. ДД. НД забрала себе бутылочку. Окей. Хотят ее подловить. Только что был потрачен блинг. Если что, залетает стан. Блокинг Вар пришлось потратить, чтобы отступить. Окей. Сильно теряют инициативу Ашер. Отдают героя. После этого клопа прожимает Блокинг Вар. Я бы сказал, как-то не чувствуется уверенность в их действиях уже. Вот особенно внизу был показательный момент, когда замешкался Никс Ассасин. Хотя мог вполне себе напасть на Кристаллиса. И могли бы хотя бы Реинкарнацию из него выбить. Возможно, даже движение. Ватсон просто продолжает фармить. Мне кажется, что он очень увлекся. И, по-моему, у него уже все есть. Ну, как минимум. Как минимум, под выпадение Эгиса могли бы сейчас собраться Ашер, разбить смок и попробовать подраться. Я согласен. Да. С появлением Шивы Лишак станет сильно прочнее. Тимбер станет сильно хуже. ВК форманет Кирасу. Опять же, Фантомка немножко потеряет в берсте. Понятно, что она тоже там что-то зафармит. Так, ну вот там Варискинг в лесу. В Варискинг в лесу. В инвизе, правда, он находится. Там вроде как и Сентри стоят. Никс в лесу. Да, но ВК не поймали. Пошли птички на разведку, которые прекрасно видят местоположение команды Ашер сейчас. Вообще, Тоби очень много делает для своей команды. Гилгир один не хочет врываться, наверное, здесь точно. Это будет смерть. Для него не стоит. Да, видит Тоби. Врывается квапа под ТТ. Тоби могут забрать. Тоби забирают. Хорошо. Минус Бейсмастер. Про два квапы теперь проблемы. Посмотрите, какой дэмэдж. Ужас. Мелоди не успел с ультимейтом. Салин залетает только сейчас. Но тут Блэкинг Бар уже отрабатывает у Лишака. Захиливает Кристаллиса. Кристаллис пока даже реинкарнацию не отдал. Начинается Фантомка один на один воевать. Фантомка выбивает здесь реинкарнацию. Нужно второй раз как-то ВК забирать. Фантомка прожимает БКБ. Проблема Кристаллиса. Какие тычки залетают. Кристаллис погибает. Не успел тут подсейвить. Висп захилить. Окей, не так все плохо по итогу получилось. Нужно отступать. Нужно отступать сейчас команде Ашер. И они со всех ног просто убегают. Ой, Лотус на грима повешен. Фантомка уходит отсюда. А может быть на развороте. Укатывается сюда Лимитлесс. Получает стан. Фантомка ваншотает после байбэка. Просто моментально Виспа. Штомштормер успевает улететь. А вот Мелоди тоже отправляется в таверну. Вот этот поворот. А, точнее Фишман был. Простите, Фишман погибает. Вот это, конечно, криты у Фантомочки. По 1300. Но действительно, она дошла до той самой кондиции. И Ватсон не с самого начала успел в эту драку. Но как только он подключился, навел порядок. Штомштормер возвращается обратно. Знает, что Блокингбара нет. Штепп у него правду. Хочет повоевать. Но не знаю. Я бы на его месте не рисковал. Хотя Тимбер здесь. Подкоп от Некса неплохой Штомштормер. Рор. И он умирает. Он умирает. И Бисмайтер стоит в лотус. Потому что закастовал свой ультимейт. Вот это жесть. Да. Перенаглели здесь как-то. Ну, у Лишака нет зацепа. Ему нет. Кристаллис без ультимейта. Он, кортик, получает спину. Вкатывается Тимберсноу под Т3. Кристаллис тоже погибает. Это еще один минус. И моментально минус и вышка. Т3, которая отправится в копилку команды Ашер. Игра получилась очень логичной. Я, конечно, не знаю, чем она закончится. Но пока все выглядит так, что Тимбер выиграл в начале время. Да, потом была небольшая ошибка. Но Фантомка как только получила дезолятор после БКБ. Первая же драка. Фантомка Ватсона, то есть миллиард урона. Ты правильно сказал, что Ватсон мог бы заиграться со своим фармом. Там побегать, пофармить еще там скади. Там не знаю что, еще сатаник. И затянуть эту игру. Там Рейс Кинг там вышел бы в какие-то слоты и так далее. Это вот был хороший тайминг, чтобы пойти и подраться. И мы видим, что этот мув себя полностью оправдал. Как же вырываются вперед сейчас Ашер. 15 тысяч за ними. Остается дождаться следующего Рошана. Забрать с него пауэрапы. Пройтись по верхней линии. Забрать все внешние товара и на ХГ заходить. Да, да. И вот, пожалуйста, Фантомке скади. Только заработанная в бою. Пока соперник терял золото, она набирала. Можно сверху на этой скади все что угодно докупать. Это уже очень много. И ни один герой не может с ней ничего сделать. Но интересно, что теперь скажут о НТТ. Потому что драка была не такой плохой по... Ну, скажем так, как могла бы быть... Шторм Штормер далековато ушел. Хотел его Гилгир здесь подловить. И подловил же. Тим Берсоу врывается. Шторм Штормера нужно возить. Нужно возить и спасать его. Увозит Висп. Окей, недалеко, правда, но увозит. Висп мастера потеряли. На развороте забирают здесь Гилгира. Окей, Соник Вейв. Шикарный просто залетает Фантомка. За Лешаком. Лешак погибает. Байбека не имеет. И сейчас просто разберут одного за другим оставшихся игроков команды Энтити. Катаоми под щитом. Не уйдет никуда он. Еще один кортик залетает Фишмана. И Фишмана тоже распилило. Это Тим Вайб. Никого не потеряли Ашер. И они уже ломают Т4. 1500 криты у Фантомки. Как тут можно играть? Ничего не работает. Более того, это Скади не дает нормально хилить Виспу. Хотя, в целом-то... ГГ. Да, ГГ. ГГ. Хороший пик, хорошая реализация. Ашер после 0-2 делают очень жесткий камбэк. И у нас, кстати говоря, второй финал ДТ-2 Чемпионс Лиги, получается, подряд со счетом 3-2 закончится. Но это же хорошо. А опять же, для Ашера это, получается, сегодня уже какая игра-то по счету? Пятая, шестая будет? Да. То есть у них уже... Седьмая. Седьмая даже, получается. Седьмая будет. Это была шестая. Но они, как хорошее вино, только лучше с каждой следующей. Знаешь, в какой-то момент было страшно, что закончится все-таки 3-1, потому что инициативу немножко пододали. Тимбер реально зарешал в начале. Но вот драка сверху, когда немного расслабились и не добили лишь рачка, собственно, и потеряли как раз-таки Никс Ассасина, с этого, по-моему, все началось. Вот эта драка позволила камбэкнуть неплохо здесь Энтити. Ну, Ватсон холоднокровно играл, продолжал фармить. Просто нафармил три простых артефакта. БФ, БКБ, Дезолятор. И закончил эту игру. Что еще интересного было на этой карте, расскажет студия аналитики. Друзья, собственно, 2-2, 2-2. А это значит, что полноценный гранд-финал, как мы это все любим. Пять карт будет. И последняя карта уж точно последняя. И теперь, ну, наверное, можно признать, что мы не верили в Ашер. Мы говорили там либо 3-0, либо 3-1. Но, по факту, они сейчас могут выиграть этот финал и забрать себе звание чемпиона. Это 2-0 сезон 7. Они, в любом случае, гарантируют себе прямой инвайт в следующий сезон. И первое и второе место получают инвайт в плей-офф. А, кстати, да. Могут им не воспользоваться, но они его уже сегодня заработали. А там как распорядятся уже такой. Красавцы. Давайте по карте, что понравилось, что не понравилось. Очевидно, не понравился Штурншторм на Ашераке. Второй раз против Куапы. Второй раз проигрывает линию довольно сильно соло в соло. Что не очень правильно. То есть, если ты проиграл один раз, делаешь что-то по-другому. Не проиграй ее сильно. Снова проигрывает и сильно. Вот он 6-й Недворс. И его на карте очень сильно не хватает. И самое главное, не хватает его таймингов по появлению этих самых шмоток. Потому что плюс 2000 быстрее. Один шмот быстрее, вторая шмот. И вот он тебя уже переворачивает. Мне очень не понравилось, как постояли против фантомки, которые реально чувствуют себя шикарно на линии. Да, да. А если взять то, что ты лишь шаг с двумя саппортами и баферами, то получается, что ты понижаешь эффективность не только свою собственную, но еще и эффективность твоих двух саппортов. И у тебя 4-5 попадают, двойка выпадает, тройка в печали, потому что она супермедленно собирает свой огромный артефакт. Да, и она, соответственно, с этим не может просто некоторое время быть эффективным. Ну, имею в виду, в смысле, второй доминатор. Тот факт, что фантомка, кстати, выдержала такой натиск. Это то ли гений, получается, на Уотсоне, то ли недоделка немножко от Бестмастера. Вот. Ну, а дальше уже пошло-поехало. Честно говоря, Уотсону бы пойти в казино катать сегодня. Потому что то, насколько у него прокают, это просто какая-то лютая дичь. Причем прокают у него именно тогда, как это надо. Да нормально все. Последняя драка, например, у него 3 шота, 3 удара, 2 крита. Смотри, смотри. Ты такой, что? Очень просто. Если у тебя есть этот урон, чтобы шот на героя противника... Нет, это понятно. То ты и так уже молодец. Да, 10 ударов, он все равно вылетит, гарантированно. Да, но если у тебя гарантированно вылетает 2 из 3 ударов подряд, это вообще не так бывает. Такое тоже бывает, но это ни на что бы не повлияло. Нет, 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 это я просто добавляю. Я не говорю, что это как-то сказалось на игре. То есть игра-то все равно шла. Она шла явно под диктовку у Ашеров в какой-то момент. И самый центральный, конечно, вопрос в том, что парни из Entity порой просто не ощущают, что под ними играет Nyx, не думают об этом, ставят очень мало сентриков. Внезапно появляется Жук, Паук, Карапас, Импейл. Причем под вторым спалом этого гейма. Да, да. По третьим. Короче, оказывается, что у противника есть Жук. Потом, когда этот Жук, соответственно, выносит налево-направо, там, под фантомками, бла-бла-бла, они об этом почему-то благополучно забывают. И как будто бы, короче, новый день. Этот новый день, в этом новом дне Жук снова оказывается внезапно совершенно под вами. И вот финальная драка дает дабл-импейл, чел, на Абадона вместе с бестмастером, который почему-то пошел давать рор в Тимбера. В лог. Ну, то есть, ну, он потом дал Вотус отдельно, а по-моему, до этого он не давал Вотус, но важно другое, нафига тебе вообще рор давать в Тимбера. Ну, ладно, захотелось, бывает, но то, что у вас нет центрей там, где вы нападаете, это вопрос. То есть не обязательно везде, не вся карта, но там, где вы нападаете, обязательно должны быть. Ну, вот, если вам внезапно захотелось дать рор под Тимбера, будьте добры, повесьте туда центряк. Будет хорошо, качественно. А так, да, ну, вот видите, на самом деле в дефолте, вот, в нормальной европейской доте, наверное, такой, да, быстрее его сработал, более чем тут просто вопрос исполнения. Чистое исполнение, потому что, опять же, мы могли чуть-чуть получше пасать против Тимбера, но там не критично, что ВК-то этого не сильно простел. Вот этот момент. Снова внезапная вендетта, и снова седая ночь, и снова я тебе не папа, а ты мне не дочь. Ладно. Окей. Я не особо готов с этим спорить. А вообще есть понимание, почему в итоге в инвокера-то не забрали, его уже не банили и не забирали. Ну, слушай, сидишь и говоришь, типа, вот у меня есть лешрак, у меня есть вист, и шрак под виском, и мба. Пальцы стерлись, короче, у него, походу. Ну, то есть, я имею в виду, да, на первой карте. Я не знаю, они намного слабее выступают, чем в первых двух, именно по нажатию клави. Опять же, мы могли устать. От двух карт? Противники устали уже давно, и просто играют одинаково. А у тебя, то есть, ну, у них типа разница между Сашей и Сашей не очень большая, а здесь, возможно, типа, очень большая разница. Вот, смотрите, количество критов. Сейчас считаем. Сейчас будет в лёд. Раз, крит. Потом он кидает кортик. Раз, два, ладно, всё, всё. Вот, и вот крит. Типа, два саппорта, вот именно на керри, оно не работает. Да, да, да. Ну, керри его бы не убило. Но магия на двух саппортах, короче. Один удар по саппорту, и один удар по второму саппорту, и оба отлетают в криты. И опять же, ничего не говорю, там всё равно они умирали. На мем остается не вам. Ну, и про Милл Роу Вотус, это как бы уже дефолт, тут уже по-другому нельзя было, потому что после таких игр, как бы, ещё бы это не в сети был. Да, но у нас Ашеры, напомню, сейчас играют уже какую? Сейчас седьмая карта для них сегодня будет. Кстати, я вспомнил, почему ещё связка Абадон-Висп не очень прикольная. Справлов нет? Ну, это понятно. Имеет смысл, что, ну, то, что они неактивные, то, что они без ДПС, это всё миллиард причин. Мы уже об этом говорили в общем-то драфте. И о том, что Висп-герой, который не очень любит варды расставлять и сэндрис ставить, потому что он обычно тусит, во-первых, у него муфспида собственного нет, во-вторых, он обычно тусит со своим кором. А Абадон милишник. И Абадон на клифф не дотягивает, так сказать, что называется, свою прибомбаску. Ну, дотягивает не до всех, иногда нужно обходить, это не очень круто. И, в общем, ты любишь, значит, не иметь такой ситуации, в которой оба саппорта не очень в кайфе над вардинге и вардинге. Ну вот, но по факту главное, что нужно понять с этой игры, это что ты не должен просто нафидить в центре, не должен был нафидить в топе. Если ты нафидил, то неважно, как ты играешь, как ты ставишь варды, не ставишь варды. У них очень сыграбельный был драфт, они не справились с управлением вот на самом старте. Опять же, как вторая игра, когда пришла темп арка и не выиграла инвокера, а проиграла ему. То есть, сегодня, к сожалению, финал не о высоких каких-то технологиях, не о крутых решениях, он может быть только с врудой. Да, не о высоких материях, короче. О не сменных желаниях. А чисто вот как шахтер спустился в шахту, сменных работал, выдолбил сколько нужно угля, вышел, все, типа, день готов. Вот так у них. Кто-то просто долбит выше других. Да. В общем, у нас заводчатская дота такая, знаешь. Ну, пока тут непонятно, кто лучше долбит. Пока 2-2. Пока 2-2. Все, типа, все соответственно. Сейчас финальная схватка будет. Бест-Оф-1 серия. Вдостите барабаны. Да. Будем долбить. Кстати, о барабанах. Они появились здесь, опять же. Да. Не самый. Надеюсь, он свинкопу отбивал. Ну, да. Да, я понял. Это, знаешь, с дилейом доходят до тебя какие-то моменты. Такой поздний час. Значит, я хочу сказать, что ты знаешь, что такое синкопа? Ну, это, типа, ритм. Хорошо. Я так понимаю, я не прав? Не-не, все, окей. Окей. Мне просто интересно, если ты расскажешь, какой он таком. Нет, не расскажу точно. Просто обычно это подстать к барабанам было. Да. То есть это просто логично было. Ладно. У нас впереди пятая карта. Легкая поплава у нас уже. Я уже в такой синкопе, честно говоря. Я в процессе. А я в чинчопе. Чинчопа. А, сел. Ну, собственно, на этой ноте мы пока что идем на небольшую паузу. Друзья, вернемся с пятой карты.